Что такое ортодонтия? Ортодонтия — это раздел стоматологии, который занимается профилактикой, диагностикой и лечением зубочелюстных аномалий. Вообще, внутриутробное развитие. С чего вообще начинается зубочелюстная система? Еще на 4-6 неделе внутриутробного развития начинается закладка зубочелюстной системы, где формируются уже зачатки и постоянных, и молочных зубов. Единственная разница, конечно, это уже когда они прорезываются. То есть молочный прикус или временный, он формируется у детей к 2 годам, а постоянный прикус у нас уже формируется где-то к 12-14 лет. У каждого индивидуально. Ну и все мы знаем про злосчастные зубы мудрости, которые прорезываются уже, будучи, когда человек уже взрослеет. К ортодонту пациенты начинают обращаться в возрасте, ну, как я рекомендую, с возраста 3-4 лет. Почему 3-4 лет? Потому что к 2 годам уже полностью сформированный молочный прикус, и в возрасте 3-4 лет мы можем уже отследить, есть какие-то нарушения в прикусе у ребенка, или же нарушения с расположением зубов, или же нет. И как раз-таки в этом возрасте мы можем уже оказать нужную помощь. Конечно же, детям помощь оказывается на несъемных ортодонтических аппаратах, что контролируется родителям, поэтому это очень важно. Аппараты бывают разные. Бывают съемные пластинки, тренеры. И, ну, я думаю, что как бы для детей на этом можно пока ограничиться. Уже когда человек уже взрослый или подросток, то как бы здесь уже спектр расширяется. И здесь мы можем уже предложить пациентам брекет-систему. Это несъемная механическая техника ортодонтическая. Также есть лайнеры. Это капы. Вот так вот выглядят капы. Также при различных патологиях мы можем предложить пациентам вот такие вот капы. Они называются суставные капы. Брекеты, они крепятся на каждый зуб с помощью специальных материалов. Это несъемная аппаратура, как я уже говорила. И носится она в течение полутора-двух лет. Вообще, как попадают к ортодонту пациенты? Чаще всего направляют стоматологи других специальностей. Это ортопеды, которые занимаются протезированием. То есть, следовательно, они направляют с тем самым вопросом, что невозможно запротезировать человека. То есть нужно создать определенное место. Вот как раз здесь на помощь приходит ортодонтия. Как бы с помощью брекетов можно создать это место. Или же хирурги. Очень многие, к сожалению, в постсоветский период у нас очень многие люди сейчас приходят без зубов. Это, конечно, большая проблема, которая влечет за собой такие большие последствия. В плане, ну, когда не хватает зубов, то есть начинается нарушение, во-первых, как бы жевания. Да, это понятно. Ну и дикция тоже у человека, она очень сильно влияет от вообще наличия всех зубов. И эту проблему как раз-таки могут исправить сейчас наши хирурги, имплантологи. Вот. И когда нет возможности поставить имплант, то, соответственно, тут мы тоже обращаемся к ортодонтам. И ортодонты создают это нужное место. Ну и, конечно же, это самостоятельное решение, когда взрослый человек уже решил, что все-таки вот, все, нужно делать красивую улыбку. Надоело мне жить с кровными зубами, и он приходит к стоматологу-ортодонту, и мы помогаем ему улыбаться. Что касаемо подростков, то тут, конечно, ну, во-первых, это возраст, когда, все говорят, знаменитый подростковый период. Тут к ортодонту все-таки приводят родители. Тут уже начинается как бы совместная такая работа, где можно исправить очень многие проблемы в подростковом возрасте с 10 до 14 лет, которые, допустим, не решались ранее. Потому что если этого не сделать, то уже во взрослом периоде, скорее всего, понадобятся, ну, в определенных случаях, какие-то хирургические манипуляции, например. То есть где ортодонт сам, он не может справиться с проблемой, да, это зубочелюстные аномалии. То есть я всегда на консультации пациентам говорю о том, что я как ортодонт могу переместить зубы, могу, ну, понятно, перемещение зубов приводит к изменению в прикусе, но незначительном. Вот. А если мы говорим уже о какой-то скелетной аномалии, то здесь уже, конечно, будет проходить лечение в несколько этапов. Первое — это ортодонтическая подготовка, то есть ношение бракет-системы где-то в течение года. Далее мы направляем, ну, в данном случае в челюстно-лицевое отделение, и пациент оперируется, и тут же потом возвращается к нам, мы долечиваем его. И в среднем такое лечение занимает где-то 2-3 года. Это считается продолжительное. Но это как бы такой прям крайний исход, когда мы вовремя, скажем, не обратились к ортодонту в детском возрасте. Если же всё это сделать вовремя, то можно исключить многие такие проблемы. Многие, приходя ко мне на консультацию, спрашивают, сколько по времени мы будем вообще носить бракеты. Вообще среднее ношение бракетов где-то 1,5-2 года. Ну, это как бы такие стандартные цифры, но бывает, что лечение заканчивается и быстрее. Вот, для того, чтобы полученный результат не сместился, то есть вот эта голливудская улыбка, она, так скажем, осталась и радовала вас всегда, нужно закрепить этот полученный результат. А он закрепляется как? Значит, снимается бракет-система и фиксируются несъёмные ретейнеры. Что это такое? Это тоненькая проволочка, которая фиксируется с внутренней стороны зубов. То есть она никак не мешает уже, ну, в обычной жизни, так скажем. Её не видно, но она фиксируется, вот, ну, как я говорю своим пациентам, уже, ну, на десятилетие, это точно, как минимум, да. Потому что зубы, они всегда будут стремиться вернуться в исходное неправильное положение, если была такая проблема. Ну, собственно, почему мы обратились к ортодонту. Вот. И дополнительно ещё обязательно одеваются капы. Это дополнительно, это на ночь. Ну, кто-то даже и днём носит, то есть они особо и не мешают. Стоимость также многие спрашивают, сколько это. Кто-то говорит дорого, кто-то говорит вполне. На самом деле дорого — это стереотип, потому что для кого-то, ну, допустим, сумма вот эта, потраченная на здоровье, это действительно такое вложение конкретное, потому что, как я уже говорила ранее, зубо-челюстная система, она очень сильно влияет на вообще состояние здоровья в целом. А для кого-то эта сумма, вы знаете, она может и в один день потрачена быть спокойно. Поэтому, как бы, тут уже нужно выбирать, что дороже. Вернувшись к теме о том, что вот зубо-челюстная система влияет на вообще, как бы, организм, я бы хотела рассказать ещё такую особенность. Вот многие родители, замечая неправильный прикус у своего ребёнка, не обращают и как-то не сопоставляют это вообще полностью со статусом ребёнка в плане пастерологического статуса. То есть, насколько вот ребёнок, как он правильно ходит, как он правильно сидит за партой. Потому что те дети, которые приходят ко мне, скажем, с неправильным прикусом, я сразу же вижу. То есть, ребёнок, например, с мезиальным прикусом, мезиальный прикус – это когда нижняя челюсть у нас вперёд выходит, да, то есть неправильно. У такого ребёнка чаще всего сутулость. То есть, он ходит, мышцы у него все расслаблены, ротик у него приоткрыт, носом он дышит плохо. То есть, вот такие вот все составляющие формируют такой, ну, нездоровый вид ребёнка, так скажем. И, соответственно, тут я как бы как ортодонт, я обязана предупредить родителя о том, что здесь как бы дело даже не только в прикусе. Вам нужно полностью заниматься пастерологическим статусом ребёнка. То есть, нужно обязательно к ортопеду общему, да, те, которые занимаются мануальной терапией, то есть общая тренировка мышц. Это, во-первых, и физические нагрузки самого ребёнка. То есть, очень многие родители жалеют своих детей прямо вот как вот розочка во фрустальной вазе, да. То есть, ну, как бы такого не должно быть. То есть, обязательно должна быть тренировка, танцы, пение, да всё что угодно. Вот самое главное, чтобы это всё тренировалось. А мышцы челюстно-лицевой области — это очень важный момент. Вот, опять же, я, ну, возвращаясь к детям, да, потому что всё начинается с детей, очень много родителей обращают внимание на то, что их дети ночью сжимают зубки, ну, или скрипят зубами, да. И, соответственно, что мы можем увидеть в клинике? В клинике мы видим то, что у ребёнка истираемость эмали зубов. Вот. А всё это почему происходит? Потому что, ну, возможно, какое-то там у ребёнка может быть переживание, да. Ну, тоже дети разные, психология тоже. Вот. Ну, это как бы один такой фактор. И второй — это гипертонус мышечный. То есть, есть дети, наоборот, с недостаточным тонусом вообще мышц тела, да, и лица, а есть, наоборот, с гипер-гиперактивными дети. Вот. И таких детей тоже достаточно. И как этот тонус снижать, то есть, опять же, это может сделать сортодонт. Ну, я имею в виду, что касаемо зубочелюстной системы. Приходя в клинику ко мне, я делаю сначала диагностику, то есть электромиографию мышц челюстной лицевой области. И далее мы уже подбираем лечение. То есть, чаще всего, конечно, деткам, если это дети, то вот такая вот капа, которая, она снижает мышечный тонус и балансирует вообще всю зубочелюстную систему. Ну, это я говорю про детей. Если же это пришёл уже взрослый человек с какими-то такими серьёзными аномалиями, то как бы здесь уже нужно изучать детально проблему и подбирать, ну, определённое лечение. Ну, а в среднем, как я уже говорила, всё-таки ортодонтическое лечение, оно должно длиться, ну, два года максимум, потому что более двух лет, тут как бы уже стоит задуматься, а вообще правильно мы как бы идём и к чему мы вообще идём, какой конечный результат нас ждёт. Брекеты вообще бывают разные, да, то есть, они бывают эстетические, вот мы видим верхний зубной ряд, и металлические. Брекеты также бывают самолигирующие и лигатурные, то есть, верхний зубной ряд – это лигатурные брекеты, то есть, это те брекеты, которые подвязываются специальными лигатурками, либо металлическими, либо, вот в данном случае, прозрачными, эластичными. А самолигирующие брекеты – это как бы считается, ну, последнее достижение, так скажем, сейчас очень много появилось различных вариантов, но вот здесь представлены металлические брекеты Ормка, которым не нужна лигатура, которые уже просто закрываются на замочек. Вот, и тем самым, как бы, чем они хороши? Тем, что удобно, это, во-первых, полость рта ощущается очень комфортно, это быстро по времени, и достижение результата, как бы, по времени даже быстрее, чем, допустим, полтора года, скажем, вы будете носить год. Вот, но опять же, всё зависит не от системы, потому что можно ездить, как говорится, на самой дорогой машине, но как ты будешь ездить, это уже зависит от тебя. Вот, поэтому в любом случае к каждому лечению нужен определённый подход, то есть изначально это всё равно диагностика, это как минимум рентген-снимки, компьютерная томография. И только после полноценной оценки твоего сегодняшнего состояния зубочелюстной системы можно уже, как бы, ну, придумать и назначить определённый план лечения. Редактор субтитров А.Сёмкин